всем привет уже себя не показываю потому что бегу на остановку уже автобус проехал я с утра немного проспала ночью так плохо спалось мне то засну то проснусь то засну то проснусь а потом как заснула просыпаюсь а время уже должна стоять на кухне готовить плохо доброе утро я конечно успел приготовить как приготовить его мультиварку там все поджарила бросила включила хорошая штука мультиварка сама выключится на подогреве будет стоять автобус уже стоит лечу сегодня с утра пойти на тренировку а потом хочу пройтись по магазинам уже похолодало все-таки посмотреть обувь это не моя вроде согласилась со мной пройтись ну посмотрю так что если что пойдемте со мной позавтракать конечно я не успела тоже моя груша полетела пустила сорвала грушу и пустила как это мой завтрак гостей а иран автобус стоит еще до него метров 100 ничего сейчас добегу всего пока я уже пришел тут пускал это решение работы так что чтобы идти через ступеньки решила пройтись эскалатором все идут ну я для моей ноги высоковато ничего иду нормально нормально вывезла все иду на тренировку моя тренировка девчонки еще с 8 часов тренируется я буду тренироваться доброе утро все мы стане от тренировались идем на троллейбус это паркада буду поднимемся сейчас поедем по магазинам можешь и подберем нет да да нет нет надо пробовать утром пришла на тренировку людей так много было на был не было куда стать а уходили уже там пенсионеры остались ну да люди на работу с утра и а то идут а мы по другому вопросу пришли раньше но мне принципе понравилась сегодня тренировка сегодня больше для ног там и планка и это ну конечно нагрузка на колени поэтому я я даже не устала я практически даже не вспотела то как занимаюсь это мокрый весь а это так чуть-чуть на колени была нагрузка поэтому я два круга таком темпе небольшом такое утро в креом роге уже не утро уже 10 часов утра но не ранее пошла я пошли вон стоят троллейбусы там может и наш там еще будет пойдем на остановку сели в троллейбус едем вот такой троллейбус у нас старый будит вот такой здесь район вот видите дома а на первом этаже так в магазинах целый ряд это называется новинка а я жила на девяносто восьмом квартале на пединституте переехала в то знаю куда так что тут у нас аптека ломбард это нам не нужно это нам не нужно писала девочка что вы были на новинке кожаная зутя кожаная обувь не были но сейчас приехали посмотреть что там сейчас проверим может что-то подберу было бы неплохо было бы неплохо такой райончик видите вот тут конечно центральная магистраль и зовут недалеко воздух конечно тут не ахти задымленность загазованность у нас в принципе хорошо и хорошо хочется и туда и туда так и тут аврора есть ремонт обуви следующий магазин называется шкиряне взутяца значит кожаная обувь банк с той стороны у нас город огромный его можно показывать не знаю сколько тут очень большой город но у нас около 700 тысяч населения по моему вот сейчас пойдем посмотрим что там у них вон по оставалось а тут небольшой магазинчик ну ладно посмотрим что такая моделька ну смотрим попробую одеть ну что вот одеваю косточка не дает не дает не дает вот такие хорошо вот перемерила сколько моделей одни вот эти вот более-менее нормальные но они большие на меня сейчас еще раз их померяю ну давайте еще ой еще вот такую модельку дали вот хорошая обувь замечательная и это ну чуть-чуть больно оставать я хотела 41 нету 42 42 большой ну что перемерила кучу обуви моя косточка не хочет принимать ни одну я уже прямо не знаю ну вот мы когда я покупала ботинки но это уже два года назад хожу в них два года ну вот как-то ногу всунула и нормально а это вот как в тисках не знаю сейчас еще в один магазин зайдем посмотрим еще все один это наверное с той же серии ну сходим что тут наверное то же самое ну надежда еще теплится ой в такой магазин еще один ну субачи то наши кроссовки на размер больше тряпчаные и сбоку это вылазит еще и сверху пальцы вылазят уже перемерила кто знает сколько а подобрать не могу а все равно же ходить то в чем-то нужно вот и бродим ищем бродим ищем а ну подержи там сумку в случае сразу на 41 смотрите на левую ногу а ну покажите ну модель такая неплохая сейчас померяем а ну покажите такая моделька даже не знаю даже и не знаю даже и не знаю смотрите вроде так и хожу ну это ж кожа они еще раз дадутся есть надежда ну что покупаю я эти на туфли 900 сколько вы сказали 990 гривен понятно 1000 гривен буду разнашивать дома кожа а чьи они турецкие будем дома разнашивать ищем обмыть туфли кафе а что это ручная лепка Таня пельмени лепят зачем она тебе надо цены кафе а пицца с собою с собою пицца мы в этом районе не были очень давно ну не знаю где тут что тут бабулечки сидят медом торгуют мед 140 я за 150 покупала ой кстати мед тут хороший да и арбузы смотрите какие ага 3.90 уже за 4 гривны арбузы уже подорожали уже подорожали арбузы 39.90 40 гривен персики 44.80 нектарины большие маленькие а маленькие нектарины почем маленькие 40 виноград 60 кукуруза 7 ну она везде 7 так где Таня моя пошла ищем кофейню какую-то что-то не знаю мы в этом районе ничего уже раньше я здесь жила то знала а теперь все ну когда это было боже мой это было какой же это год был наверное где-то 98 уже лет и лет прошло и памяти нет такой видите район район старый но там за пятиэтажками стоят дома новые у меня была квартира в новом доме шо стута я не бачу ни одного кафе может на той стороне и есть а пожалуйста ну ничего страшно пройдемся уже автовокзал пошли посмотрим что там на автовокзале в общем такой район немного шумный я уже привыкла у себя тишина и покой он все таки у себя ну ладно немножко поснимала показала вам снимаю вам немножко наш город вот это еще все старые районы район автовокзала видите какие тут деревья большие дома девятиэтажки а деревья почти под самую крышу это поля это поля и что то еще непонятно что не знаю как бы тут не упасть кто асфальт дорожки давно положен и неровные ну уже слышно осень уже дыхание осени прямо ощущается не то слово там аптека на той стороне я когда-то там проходила практику когда училась в училище в общем купила я туфли на правую просто замечательно мягенько на левую буду разнашивать ну а что мне делать босиком же не пойдешь хоть я и босиком не умею ходить а двадцать четвертый если не идти через червону Таня через эту или челку а что да поняла той прямо и где ну это же все автовокзал да это уже автовокзал это уже автовокзал пусть я вам не фотографируется наш вот это автовокзал где автобусы он небольшой ну сейчас у нас не только с этого у нас же не один он этот автовокзал идут маршрутки например на Днепропетровск на Днепр и с железнодорожного вокзала есть там вокзал роковато ну в общем у нас много вокзала вот Таня будет ехать к брату кто посмотрит я вам сейчас покажу вот такой вокзал боже мой я вот эту пальму помню с детства когда она была еще совсем маленькая когда мы ездили к бабушке сидели под ней манипусенькая может это уже другая но похоже на ту самую ей уже лет лет и памяти нет ну по крайней мере все время такая пальма стоит тут тоже какой-то кафе есть ну это так можно сказать перрон в общем такой вот это наш автовокзал центральный считается а вот там телевизионная вышка он такой пойду Даню искать еще раз сниму вам автовокзал вот такой у него вид я решила дистанция сходить в Макдональдс обмыть обувку мороженым и кофе за место завтрака будет у меня мороженое вот такой перекресток а это уже там вдалеке то рынок кто там уже моя остановка что домой меня отвезет автобус что мы уже приехали такое тут Макдональдс они наверное везде одинаковые сейчас вот тут где-то сядем мужчина он проверяет температуру тут не заканчивался у них карантин сейчас возьмем кофе и мороженое ну что такое мороженое и кофе это будет мой завтрак не дешевое заведение но я вам хочу сказать людей много там очередь это мы тут сели а там еще вот за вот этой решеткой там все занято люди приходят берут меня это радует значит у людей есть деньги проверяют видите проверяют температуру температурный режим все как положено вот тут такая видите какая галерея тут разные магазины что ты кажешь, Тань? пролили их главное чтоб тебе пилишли да, уже пролили их главное чтоб подошли мне эти уже так кофе напились уже тут не дурят как написано 300 миллилитров то вон и там все и было ели и выпили то мы там ходим в кафе там кофе вкусное ну там написано что там 300 миллилитров там если есть 180 то хорошо видите это тут у нас такой тоже центр магазинов полно всяких когда-то пройдемся и по ним надо будет зайти надо будет или фокстрот хочу посмотреть морозилку надо присматриваться уже на это нет, Аня ну мне она аж весной я уже сейчас не смогу купить может на весну но все равно надо хоть присматриваться уже знать какие цены а ты ведь еще в куртку видишь в курточку, да вот у меня пальто пальто но у меня нету куртки демисезонной такой на харитонах на харитонах что-то не обращала внимание это прямо называется пальто да, пальто да, надо будет сходить ну вот мы завтра там будем может и зайдем посмотрим если сынулька скину то он работает почему? а? он работает почему? Дима? да я там знаю что он делает я же пошла вообще рано он же мне не отчитывается золото с рыбок ну это нам еще рано или уже поздно не знаю мы его чуть не увлекаем ну я тоже мне больше бижутерия нравится она такая веселенькая так ну что пойдем сейчас в сельпу в этот магазин продуктовый пройдемся у нас до автобуса еще полчаса может что так подкуплю домой посмотрим ну сюда Таня видите тут магазины такие огромные так что так что мужские носки показки а? мужские носки я думаю видите на подарок мужские носки возьми больше нет футболки я им не куплю понимаешь его надо я даже не являюсь я поеден по объему ну пошли корзину будем брать не? я наверное не в общем сейчас походим по продуктовым полкам что-то интересное увижу покажу нам наверное тоже что-то по скидке есть интересное я даже не знаю что я хочу даже не знаю что я хочу так что сегодня свинячья лопатка без кистки 99 гривен 100 гривен так 104 оки с кисткой а шеек с киской с косточкой 91 корейка 140 такие цены я мясо брать не буду а говядина 250 гривен мяточ а шеек 190 гривен у меня молока нет у меня молока нет слушай а где молоко ты не помнишь? молоко надо мне взять если уже взяли то молока нет сейчас взял где ж молоко тут сыры всякие так я наверное возьму я вот такое люблю возьму наверное еще надо молоко мне молоко молоко где что молоко а вспомнила туда дальше я в этом именно в этом магазине редко бываю мне еще хлебцы найти я взяла все такой сырок я пила с хлебцами сейчас пройдусь очень большой выбор тут хлебобулочных изделий твердое хлеб бездрожжевой с высевками надо пробовать хлеб бездрожжевой с высевками надо пробовать там есть мягче просто надо пробовать а? а там дешевле с высевками да да хлеб финский 27 30 25 24 Бородинский 27 ну это их не выпечка она дорогая а здесь вот есть нормальный хлеб который мы берем по нормальным ценам вот 12 гривен вот 9 гривен 14 16 в общем вот такие 15 12 80 так вот хлебцы давай а что ж мне за хлебцы какие взят у меня вот эти привыкла обыкновенные недорогие хлебцы удальцы у нас без дрожжевы цельного зерна Вот это и идешь с каждой двери с открытой. Музыка, музыка, шум, гам. Боже, да что ж такое-то? Все что-то бегут. Спешат, толкаются. Вроде людей немного толкают. Вроде все нормально. Автобуса еще моего нет. Так что спешить не обязательно. В общем, так полдня и прошло. Сейчас час, пока доеду домой, туда-сюда уже и два. Завтрак мы его видели. Мороженое. Совсем я разбаловалась. Обед еще не знаю. Буду думать. Я еще не придумала, чем я буду обедать. Все, у нас вон стоят люди. Автобус чужой. Люди стоят. Пойду я займу очередь. И домой.